Круто. У нас сразу же после ножиков начинаются пистолеты. Давайте смотреть. ПП взяли себе сильную сторону. Соответственно, рассчитывают просто взять в самом начале максимальное количество раундов, потом добить на второй половине. С пяти компаний начинает свою атаку в сторону Бепланта. Здесь на ЗЗ сидит и Паша, и Тасс. Помогает ему Паша на дальней дистанции. Пытается здесь совладать. Ничего у него не получается. Ник отправляет ему точный выстрел в голову. Тасс отвечает на Денниса. Бомба будет поставлена. Маус Порс будет дефать бомбу. Ника отстреливает Настаза. Погибает Биоли. Ух ты, как круто. Нео с Юспиком пытается из-под верхнего еще разыграть. Делает один хэт. Ник погиб. Ну и Филипп Кубски один против троих. По нему теперь есть информация. Прекрасно знает, какие команды Маус Порс, где находится их оппонент. Нео еще старается здесь как-то отстреливаться, но нет дефузов. Бомба стоит и шансов, конечно же, у Нео никаких. Нео попробует просто сделать какие-то киллы еще. Кубски? Нет. Без шансов. Первый раунд для Маус Порс очень-очень важен. Логично то, что на девайсах уже будет проблема. А сейчас они могут играть, соответственно, три раунда подряд. И сейчас вопрос к ВП. Как они будут закупаться на Форсе, потому что если они закупаются плотно... А они, кстати, да, берут Арморы, берут СЗХи, берут Скауты, Снекс берут себе Детертыгл. Что означает то, что у Virtus.pro будут проблемы с закупом на первом девайсах, если они сейчас не вытаскивают. И что они будут делать с этими СЗХами? Конечно же, выходить на клоуз-дистанции. Зачем выходить на клоуз-дистанции, где, возможно, пуш какой-нибудь мид. И вот он, Ника. Остается у него всего один ХП после встречи с Бьяли, но Бьяли погиб. Естественно, потеряли Virtus.pro с этой встречи немножко больше. Лоу откидывает еще и голову Филиппу Купски. Остается Снекс здесь, с клоуз-дистанции. Попробует выйти. Может быть, садит какой-то грамотный тайминг. Не получается. И Таз остается один, единственным игроком. Успели они убить всего одну мышку. И вот Ника приходит и убивает еще и Таза в спину. 0-2, друзья. Virtus.pro сейчас будут играть экономически, что означает, что мышки могут выйти на трешечку. 2.0. Паузу пытается поставить Ника. Нужно подставлять знак тайм-аут писать, но при этом, я так понимаю, это техническая пауза. Подставлять знак админ. Ну, понятное дело, что не будет никто обсуждать там что-то. Хотя такое впечатление, как будто они общаются. Но они имеют право общаться, потому что DreamHack вообще не парится по поводу всей этой темы. Нет никаких запретов. То есть можно ставить техническую паузу и общаться. В этом плане ESL, конечно, лучше проработал вот эти вот нюансы, потому что, с одной стороны, тайм-аут один, с другой стороны, ты всегда можешь под надуманной какой-то причиной. Бить по компьютеру просто ногой. Да сказать, что у тебя звук хрипит, глющий, ой, исправили. Значит, пока админ подойдет, пока они это поймут, в итоге ты уже можешь пообщаться и решить. Крустно, когда на такую красивую сцену никто не пришел. Смотри, там пустые ряды. Ну, еще придут. Еще придут, еще не вечер, все-таки, я думаю, подойдут люди. Ну, на Na'Vi точно. Ну, понимаешь, вот проблема еще американских турниров, то, что американцы очень сильно поддерживают американцев. Казалось бы, да? Как никто другой, как никто другой. То есть там у нас, например, даже Na'Vi тоже поддерживают. Не знаю, ты на эпицентре был, Na'Vi поддерживали все абсолютно, да? Кричали сумасшедшие. Все равно бы даже без Na'Vi пришел бы какой-то народ. Да. Потому что вот настолько у нас как бы киберспорт в фаворе. А вот в Америке он в фаворе, когда приходит именно их команда. И в итоге их команды нет. И, соответственно, очень мало людей приходит просто поддержать, поболеть. Посмотреть за КС, а бы поддержать других. 2-0. Паузу отжали. Эк снова от команды Virtus.Pros. Na'Vi пытается разыграть Зазертыглом за дальним плентом. На заднем пленте стоит с Диглом. Ну, и в мидле замечает Оскара. Оскар постарается сейчас сделать килл. Оп, и у него это получилось. Хороший скаут. Оскар сделал минус. У Ника 26 кп. Оскар продолжает играть в той же позиции. И команда Maus Sports, в принципе, может выходить через верхний саймидал. И Спиди будет открываться именно с апдауна. Пока что медлят. Спиди через флешку. Нет, решает просто выходить. Чекайте углы. Na'Vi тем временем присел на поезд. Перетяжки со стороны Virtus.Pros. На более дальние позиции. И на B пленте уже целых три игрока. Может быть, достаточно быстро. Нет, оставили тазы одного. Мы видели то, что Паша стоял вместе с ним. Решил уйти на дальние. Переходит обратно к ТС-спау. Ну, Мансоет. Мансоет туда-обратно. Maus Sports не давали о себе никакой информации. И вот, наконец-таки, выход на нижний парапет. Денис сносит таза. И теперь уже с Виктором Войтесом попрощались мы с вами. Virtus.Pro поставит бомбу. Ника это будет исполнять. В лоу те времена прикрывает ЗЗ. Очень легкий раунд должен получиться. Сейчас для Maus'ов самое главное не потерять ни одного девайса. Для Virtus.Pro наоборот, соответственно, выбить один, возможно, два. У Neo имеется Desert Eagle. Вот она реализация. Прилетает испанец. И Денис забирает его калаш. И он дальше уходит поглубже. Virtus.Pro будет просто ждать уже на откате играть. Ловить оппонента, когда он будет бежать от бомбы. Три в четыре. Desert Eagle от Neo. Ника ловит Бьяли. Neo тем временем с Диглом. Возле Зига. Старается перестрелять Дениса. Бомба стоит. Все хорошо. Ну, в принципе, одного ловала отстрелили. С одной стороны, мало. С другой стороны, минус денежки. Поэтому, скажем так, ничем не ушли у нас Virtus.Pro. Neo еще и сохраняет свой Дигл. В принципе, пистолет в следующем раунде ему этот не понадобится. Но Паша Бицепс непонятно почему сохраняет Юсп. Но, видимо, старался Пашка кого-то убить до конца. Верил в себя, но нет. Итак, М-ки у нас у команды Virtus.Pro. Собственно, вот что бывает, когда ты делаешь форс во втором. И этот форс неудачный. В итоге первые арморы М-ки. Нет диффузов, нет гранаты. Команда Мау-Спорт может выйти на пять раундов. Об этом я и говорил на Форсе. Что Virtus'а закупались по полной. И теперь они вынуждены играть с недобаем. Некоторым, опять же, да. Кому-то покажется то, что М-ки и так могут справиться. Но порой диффуза и дополнительные раскидки. Это очень-очень важно. Молотов откидывается, соответственно, внутрь МИДа. Neo тем временем просматривает зелень. Мы видим то, что Мау-Спорт зеленью вообще пока не пользуется. Ни в одном из раундов. Может быть, на пистолетном. Только Никау просто поцеловал сейчас Снэкса. Но нет, нет. Снэкс не успел среагировать. Но его тем временем выходит сюда же на ударную позицию против Ника. Воевать. Но пока не видит босница. А босниц хитрит. Играет через смог под себя. Ника играет на лестнице. Понимает, что из-под окна его могут зажать. Наказывает Биали. Отличная индивидуальная игра. Ника просто на себе пока что делает эту игру. То, что и ждут все те, кто залил на команду Мау-Спорт. И Ника делает трипл. Будучи красным, два хпф. Браво, Ника. При этом на Б-пленте у нас таз ходит. И в зиге пока что один Паша Бицепс. Ну а команда Мау-Спорт почему-то выходит не на А, а на Б. И тут есть все шансы. Но таз все-таки уносят. Погибает также Паша Бицепс. Браво, команда Мау-Спорт. 4-0. И могут взять пятый раунд. Да. Керосидным дело пахнет. Если Мау-За выходит на 5-0. Дочнее они уже скорее всего выходят на 5-0. Потому что Веритус Про в этом раунде не будет закупа. То они уже берут вот этот минимальный базис на атаке. А не прошло еще и половина от первой части игры. И давайте посмотрим, что еще сейчас будут продемонстрировать нам Мау-Спортс. Они пока что захватывают все части Плента. Оскар играет со Скаутом. Пытается на этой дистанции высчитать позицию Бьяля. Тот играет у Бутки. Веритус Про решили не пушить с пистолетами. Не считая вот этого нижнего верхнего пропета. Который они заняли сейчас достаточно агрессивной позиции. И все остальные точки не идут. Бьяля подходит под миддл. Попробуют они за Аркадий вдвоем вместе со Снексом. Пушат. Снексик, чекает. Бьяля приходит сюда. Но мы видим, что Мау-За дают им это пространство. И вот он Деннис только-только смог. Зафейдаутился. И он видит оппонента и отстреливает ему лицо. 4-5. Бьяля на центре. Пытается вышлить вверх-вниз. Деннис играет аккуратно. Ловит Нео. Выходит все-таки из комнаты. Вешает хедшот по Бьяли. 2-5. Паша бицепс Тасс. Опять оструктов Демброчи пятерых. Поджимает коннектор на точке Б. Пытается дальше поджать вверх-вниз. Но там игроки команды Бау-Спортс. Они, конечно же, спину должны смотреть. В частности, Деннис уже так и делает. Ну и пятый раунд достается мышкам. При этом у них очень много денег. Но при этом они играют за атаку. И команда Virtus.pro в следующем раунде должна покупать уже АВП и брать 2-3 раунда подряд. Может быть даже двойное АВП. Там без арморов можно будет закупить и поставить одну наделень рукой на Б-плэнд. Довольно часто подобные вещи происходят от Virtus.pro. Мало того, они очень любят играть с ВП даблой на Б-плэнд. Они выходят с верхнего и нижнего парапета. Или просто даблой с верхнего парапета. И реализовывать этот момент в самом начале раунда. Мы видим то, что Mall Sports уверенно отыгрывают антиэкономически. Каждый раз не теряя ни одного девайса. Что означает, что у них сейчас денег очень-очень много. И еще и бомба взорвется, что тоже позитивно. И Virtus.pro понимает это. Постояли, подождали, если кто-то к ним придет на откате. Мне очень понятно. Этот сейф ЦЗ вместе с ProSup. Все равно арморов нету, а бай будет полноценный. Вот она, WP, о котором я говорил. Снэкс вместе с Пашей Бицепсом. Ну, ЦЗ-шка пригодится снайперу. Но при этом она у Таза в руках останется. У Паши по 20-50 пригодится. Окей. Но с Тазу, конечно же, нужно ЦЗ-ху передохнуть Снэксу. Потому что он снайпер и ему она нужнее. Но в любом случае Таз остается с ЦЗ-хой. Снэкс! А при этом, смотрите, Оскар. А Оскар не поменялся. Да, он по-прежнему играет с той же мухой. Какое интересное решение. Может быть проблемой. Что у него на табе вообще? Сколько денег там, наверное, по 12-15 тысяч. Так, так, вылетает Снэкс. Откидывает Лола. Сразу же еще один килл от Снэкса на Денниса. И полностью весь выход с апдауна был законтролен стороной Virtus.pro. Паша еще и сносит Оскар. Но это все. Это раунд для Virtus.pro. Вот она. Защита на D3 от поляков наконец-таки показала. И Ника мы видим, даже несмотря на свои замечательные индивидуальные действия, здесь раунд не вытащили в любом случае. Потому что вся команда его погибла. Смотреть на своих тиммейтов такой, ну вы че, ну опять. У Оскара 14 тысяч, чтобы ты понимал. Из-за того, что он сходил постоянно с мухой. С одной стороны круто, с другой стороны раунд прошлый залил. Но при этом, опять же, от него, наверное, прям не нужно ожидать какой-то сверх здесь игры. Даже если бы он делал килл, возможно, раунд бы все равно уходил в копилку команды Virtus.pro. Но при этом мы говорили, что у Маус очень много денег. И, соответственно, полякам нужно сейчас брать 2-3 подряд. А возьмут 2-3 подряд, опять немцы получат деньги из-за проигранной серии уже, да, там 3-4 раунды. И такой вот замкнутый круг получается. Поэтому игра будет тяжелая в любом случае теперь для Virtus.pro, потому что по экономике команда Маус Порс постоянно будет довольно сильно укреплена. Паша на дальней дистанции пытается с ВП кого-то вычислить. Это тот самый мув от Virtus.pro, о котором я говорил. ВП на верхнем парапете – это их излюбленная тема. Ну и ТАС пытается в клоус дистанцию выйти. Здесь испанец ждет, когда к нему придут. И откроют этот ящик Пандоры, спиди рядом с ним. Может быть на разме не сыграет, если среагирует. ТАС ждет, думает все-таки идти, не идти, идти, не идти. Вот это состояние на реке Угри. И лоу точно так же не двигается. Тем временем у нас Дэнни законтролил зеленку. Мауза готовит выход на аплэнд с трех сторон. Здесь находится НЛ. Будет защищать эту точку при помощи молотовых смоков. Ну, кстати, заканчиваются гранаты на удержание. У Virtus.pro вообще все, не считая одной у Паши бицепса, которая сейчас будет откинута. И на окончании раунда по факту контрить выход от Маузов банками не получится. Выход через зеленку. Тем временем Бьяли контролирует верх-низ. К нему тоже идут гости. Дэнни спиди делает два килла. На зеленке погибает у нас Нео, но Паш перекрывает точку. Но при этом он не ждет еще одного игрока. Нико в итоге делает килл. Однако ТАС приходит в спину. Забирает спиди. Это два на два. Ник с АВП, ловел с АК. Ловел за красным. Чекает верх-низ. ТАС поднимается на верх-низ и имитирует то, что он будет... ТАС должен слышать Нико сейчас. Он обязан его слышать. И это очень-очень будет больно. Да, это выход на беплиент. Он говорит своим тиммейтам... Ну как, одному тиммейту, ставшимся в живых, а именно Снексу. Перемещайся на Б. Ловел это перемещение заметил. Снекс, соответственно, останется здесь. Ну и инфа для Virtus.pro. Они знают, что Нико сейчас пока один. Нужно его забирать. И потом остается один на один против Ловел. Почему Ловел стоит? А Ловел просто думает, что... А что он? Думает, что его ждут? Типа, ну окей, но нет. Нет, Стас просто зашел с другой стороны в спину Ника. У Ника должна сейчас сгореть по полной. Все это время Ловел просто стоял на аппленте. Алло. Не понял. Не понял Ловел действия своего тиммейта. Тут нужно было, чтобы тренер включался. Вот в таких моментах обязательно подсказывал. Ламобот, ламобот. Типа, ну, наверное, просто не принято у команды Маус Спортс, но тут нужно инициативу брать на себя и говорить, чувак, иди, потому что он вставит, и, естественно, тебя никто не смотрит. Но, видимо, ламобот в таких моментах не вмешивается, ибо боится только заруинить какие-то нюансы. А стоило. Стоило, конечно же, сказать. Но бомба стояла, и много денег у Маус Спортс тут по-прежнему. Тут вообще ситуация такая, что немцам даже... Для Virtus.pro лучше, чтобы немцы взяли один раунд шестой и потом опять слили, чтобы опять вот обнулить экономику. Потому что сейчас каждый раз у команды Маус Спортс, тем более, если будут ставить бомбу, постоянно будут калаши. Ну, с другой стороны, Virtus.pro можно и против калашей, можно против чего угодно. Покуда Ника там не расходится налево и направо. Опять же, вспомним то, что выстрел Ника по Паше Бицепсу, который сделал к этому моменту трипл килл, по-моему, ну, дабл килл на зеленке. Ника законтролил АВП своего упавшего Оскара, который так и ничего не смог сделать. То есть он по факту за всю команду там и с калашом, и с АВП он сейчас пошел брать на себя весь фокус на Апланте, убивает одного, убивает второго. Че это вообще? Что это такое? Он убивает снайперскую винтовку на зелени, убивает еще и Филиппа Купский, а тем временем его коллектив выходит на Б-точку. Таз умирает, и Паша Бицепс разминивает. Однако Боба будет поставлено, и на помощь к Паше придет только один Бияли. Пашка на линиях ходит, пытается отстрелить. Бияли тем временем в зиге, ждет, пока развеется смог, выходит на шифте, смотрит верхние паровозики, но там у нас пока никого нет. Оскар, правда, залез на собаку, а команда Virtus.pro что, сейвит? Да. Да, видимо, у них слишком мало денег, два в три нет. Хотя смог есть, есть дефузы. Ну, не решились почему-то ребята из команды Virtus.pro бороться за этот раунд. Видимо, отталкивались от того, что Паша с АВП, от того, что Бияли может подобрать тоже АВП, и сохранится довольно много денег. Да, был сейв. Точнее, дабл АВП. Тут опять Ника взял на себя полностью раунд. Это очередной раунд имени Ника. Парень в соляную вышел на аплэнд, сделал два килла, его разменяли, тем временем четыре его тиммейта выходят на Б. Ну и, соответственно, там уже, если бы они не выиграли, мне кажется, Ника вообще повесился бы. Ну и это 2-6. Это 2-6. Мауза берут лишнейший раунд, и Virtus.pro на грани экономической катастрофы. Тут Snacks, Neo и Бияли должны будут закупаться по полной, что мы, в принципе, и видим, что там понакидали друг другу. И МПшки какие-то мы сейчас увидим, скорее всего. Максеван от Tazza, Neo с P250, М4 для Бияли и 2 ВП от Snacks и Паши Бицепса. Taz откидывает флешку у нас в коннекторе, играет с дробовиком, на него выходит игроков от МО Спортс, и моментально минус голова. Ну и Никто почему-то не стал рисковать, на Tazza не пошли. Tazza уходит на нижний, и пока что сам на B-Planty. Но Neo, если что, прикрывает. Хотя у Neo девайс очень плохой для подобных переселок. Это пистолет P250 на супердальной дистанции. Ник, тем временем, вышел через мид, играет за красным. Не знаю, есть ли понимание команды Virtus.pro. Нико, да, Snacks был к этому готов. Хороший минус. Да, потому что он постоянно на одну и ту же точку выходит. То есть уже третий раунд, где Нико идет между этими агонами. Да? Waypoint. Ну, Neo уже GPS-навигатор повесили. GPS, точнее, навигатор повесили, поэтому знают все, что он делает. Neo на дальней дистанции с под 250-м. Откидывает смок. Здесь нет флешку. Рядом с ним также играет еще и Tazza с Max 7. Ну, такие совсем не крутые девайсы, будем честны. Пистолеты и шотган на B-Planty. Однако их тиммейты с девайсами уже несутся на помощь. И Tazza просто вешает две башки в Денниса и Оскара при помощи двух дробей подряд. Очень много зафармил денег. У него 6 тысяч сейчас. Virtus.pro снова на коне? Да. ВП вроде как возвращается. Ну, для ВП, как для команды, у которой сильная атака, достаточно за КТ брать, несмотря на то, что Mousesports сейчас лидирует, 7-8 раундов. Если возьмут, даже 6 раундов им может хватить, то они могут провести хорошую атаку, и команда Mousesports все равно проиграет. Но, на удивление, если честно, для меня Mousesports пока что выигрывает. Но, может быть, это временная ситуация, скажем так, начало, да. Одна команда лучше немножко подготовилась, там посмотрела демки, и в итоге сейчас взяла пистолету плюс первый бай. Из-за этого 6 раундов Mousesports. Выход от команды Mouses на Plant. Кант Оскар моментально забирает Нео, Snacks откидывает под себя Смок, пытается отстрелить бомбу. Паша тоже впритык к Фазуме, но нет, и ситуация 5-4, все хорошо для немцев. Ну, вот при таком раунде Virtus.pro суперсложно играть. У них было трипл АВП, все засмочили, соответственно, невозможно против Смоков играть вот с таким набором. И Snacks все-таки убивают в упор спиде, однако надо сделать еще нереальное количество бьёли. Твою налево, что это было? Он просто взял и отвесил свою собственному капитану в голову. Нормальная тема, в принципе, почему бы нет. 3-7, друзья, и мышки сейчас. Вот этот реально бесконтактный Аплэнд, заход, он обычно используется так, если у них там Тек-Найны. Сейчас он использовался и так, с одной снайпы, с комментовкой, с калашами. И против трех АВП эта штука очень хорошо работает. Мы слышали, как много Virtus.pro стреляли в Смок. И постоянно вообще весь раунд был заполонен звуком выстрелов из АВП. Но вот эти халявы не прошли. И таким образом, вон, Спорт с легкостью поставили бомбу, получили большинство и дальше его реализовали. Три МПшки в руках убьяли Нео и Snacks. Вот она приемка. Бьяли вешает одного, второго. Но в конце концов приходит Оскар и успокаивает своего оппонента. Чех выходит с апдауна, получает пощам от Snacks. И теперь уже большие проблемы у Ника Ковача вместе со Спиди. Ну, уже не вместе со Спиди. Спиди теперь в соляную должен что-то тут делать. Но мы все прекрасно знаем, что это не Ника Ковач. Давайте будем честны между друг другом. Да, это просто Спиди. Его кикали, его вернули. Походу, просто выбора особо большого не представилось. И вот сейчас он снова играет в этом составе. Ну, возможно, он доказал, что он полезен. И, в принципе, так просто в топ-1 Германии нельзя пройти. Поэтому в любом случае, кто бы там ни играл, ребята все равно скилловые. То есть, если ты просто лучше Пенты, то да. То есть, по факту, есть две команды в Германии, да? Команды данного игроки-то в любом случае есть какие-то. Оп, тень. Заметил Спиди тень, среагировал, но все-таки на него перестрелял. Ну, тут ты прав. Это, конечно же, не Ника, естественно, Спиди такие раунды скорее. Ну, даже Ника. Опять же, ничего плохого к Спиди не имею. Я просто, да, констатирую факты. Да ладно, ты хейтер Спиди. Я с хейтер Спиди три фрагового чувака за 12 раундов. Нормальный парень? Что-то я не знаю. Окей, ловел 4, Оскар 4. Что тут хейтить-то? Оскар 4, ловел 4. Поэтому такое. Ника постоянно забирает. К Оскару больше претензий, кстати, потому что он на ВП. Он был намного лучше играть. Вот и все. Защитил. Паша Пиццерс играет с АВП. Зига смотрит мид. Тем временем Бьяли с МК на верхнице. Бьяли удавалось в прошлом раунде делать два килла, будучи с УМП. Хэй. И в этот момент на Б-плэнт прошли, на коннектор прошли игроки команды. Мау Спортс. Стас пока один, но снова стягивается Паша. Пойдут ли на Б? На зелень у нас два человека. Наверное, зажим, может быть, готовят ребята из МАУ Спортс. Интересно то, что довольно часто он его отправляет зеленки, Пашу Бицепс, гулять на Б-планте. Потому что обычно мы привыкли Пашу именно там видеть. Я имею в виду на зелень. Ярослав вообще мастер этой точки. Ну и Бьяли в клоус-дистанции на апдауне. Спиди против него. Попробует здесь что-то показать. Но тут направлено целых два ствола. Будет даже если он вырубит снэк со сэндвича. Поэтому Бьяли, скорее всего, примет в упор. Нео тем временем дает информацию. Тут есть Моутов направо, смог налево. Дефолтные раскидки со стороны мышек немецких. И они пытаются прорвать дальние. Да, так оно и будет. Это вполне возможно даже будет в исполнении атаки без охот. Бьяли сносит спиди. Выход с апдауна не удался. И Оскар. Хочется в ВП играться. Но тут вообще на дефолтнейшей позиции. Нео его ждал. Откинул ему голову. Дэнни с тем временем упал от Паши Бицепса. И Ловул вместе с Ника снова вдвоем. Ловул упал наверх-низ. Бьяли совсем не среагировал. На это все минус. Два в четыре. Ника. Мы все знаем, насколько крут этот парень. Замечает шестой вагон. Ловит Нео. Тот почему-то опять не стрелял даже. Ну и Снакс теперь. Вся надежда на него. Пока что он на заднем пленте. Потому что Паша Бицепс мог ничего не видит. Паша приходит Снаксу на помощь. При этом Снакс ловит отличную флешку. Ничего не видит. Паша может погибнуть. Но все-таки не везет нас Ловул. Ловул обязан был убивать там Пашу. Очень долгое время стрелял по Пашу Бицепсу. Просто исполнение похромало. Ничего бывает. Случается. Оскар в этот выход на зелени тоже очень слабый отыгрыш. Просто индивидуальные действия. Virtus.pro ничего такого не делает. Они просто по дефолту дефаются. Но мы видим то, что порой у маузов не приезжает стрельба. Ну и Ника. 14 фрагов у этого парня. Как всегда он лидирует. Очень ждем его появления в фейсклан. Посмотрим, усилит ли он состав. Или наоборот будет его коллектив немножко по-другому играть. И, соответственно, Ника не найдет в себе роль. Или еще что-то в том роде. Посмотрим. Тем временем Паша выходит на верхнем парапете. ЦАС тем временем с нижнего парапета. А мы, кстати, напоминаем то, что фейзы должны были играть вообще со скримом. Их капитан Керриган сказал то, что мы играли уже праки с ним. Но, в конце концов, в последний момент скрим непонятно отказался, не отказался. Короче, сделка не состоялась. И фейзы приходят в Ника. Да, но при этом фейзы, наверное, выиграли больше. Потому что Ника у нас игрок... Он на фоне своей команды игрок. А кто знает, что там будет. Пашка. Я думаю, фанаты скрима тебе много чего скажут. У нас команда Маус Спорт сейчас. Может взять экономические. Они развалили вдвоем основу команды Вертус Спорт на Б-Пленте. Но рискуют выходить в спиде. Правда, нет, это фейк. Они просто топают, подбирают там девайсы. В итоге у них АВП и М-очка. Опасность. Подсадка. Пытается Оскар вычислить далеко на третьем вагоне кого-то. Но там никого нет. Смотри, где Нео. А, нет, Нео не пойдет в этот дом. Я уже думал, что он уже прошел. В принципе, Нео мог бы пойти. Поджать хотя бы коридоры и там остаться. Инфы мало. Инфы мало. Опасно вот такими вещами заниматься. Поэтому они решили просто сесть и ждать, когда с Next Miss B или дадут информацию. Но все равно у нас два человека на B. Вот он, приемка. Замечает одного. Понимает, что против него снайпер. Не подставляется. Бьяли. Минус Ника. Два человека у ВП на B. Плэнти. Оскар. Звездный час или нет? Минус Snacks. Бьяли играет осторожно. Бомба лежит слева. Оскару очень тяжело будет взять данный раунд. Оскар подбирает бомбу. Нужно ставить на деф. И при этом Нео уже в спине. Оскар фейкует. Чекает собаку. Бьяли это все слышит. Ну и теперь можно выходить в спину. Можно оцелевать Оскар. Бьяли, правда, почему-то не идет. Дают поставить бомбу. Ждут, когда вместе выйдут на нижний. Так, синхронно. По Сейвуу сыграли, да. Ну, синхронно вышли. Правда, Оскар мог уже совсем другую позицию выбрать. Но, в любом случае, поляки затащили. Очень спокойно, дисциплинированно, да. Вначале зафейлили, отдали АВП, М4, если этим можно было играть. Но Оскар все равно убил еще одного сверху. Даблкил в предыдущем раунде показывает то, что покуда он уходил в инактив, он ни фигней страдал, там, ни на пляжиках загорал, а тренировался, тренировался, еще раз тренировался. Но пока, да, мы видим то, что 6 фрагов за 13 раундов не самый лучший результат. Защите, соответственно, он должен себя показывать уже с другой стороны. Нео вместе с Пашей Бицепсом. Да, было ВП от них. Тремочки сверху у Virtus.pro. Все у них замечательно. По сравнению с тем, как начиналась эта карта. Тасс по дистанции выходит против Лоула. Ловул справляется. Вот сейчас стрельба не подвела. Ловул остается у нас под Б. Смотрит дальше Аркаду. На Б-пленте у нас играет пока что Паша Бицепс. Он смотрит с АВП. Слушай, это Джей. Нику убили. Нику убили. Все, это ГГ. Паша при этом на верхнем. Его здесь не ждут. Паша. Отличная работа. Откидывает дальше коктейль на нижний. Но команда Моуспорт выходит. Горит сильно. У нас Деннис не может пока Оскар выйти. Б-плент никем не охраняется. Еще и у Денниса была граната очень жесткая. И коктейль Моутова в итоге заставил команда Моуспорт спруждать. Но они решили затушить его. Выходят сами в свой смок и в итоге ошибаются. Лучше бы, наверное, подождали, пока пройдет коктейль. Ибо из этого смока выйти теперь просто тяжело. Но Нео забирает Оскара. Погибает Деннис. Спиди, ну что? Вот он. Звездный час для того человека, которого ты хейтишь каждый день. Просыпаешься, смотришь. Да, я думаю, как там Спиди? Смотришь в зеркало. Как бы его похейтить еще немножко. Спиди. О, да. Парень. Он меня всегда удовлетворяет в этом вопросе. Когда ему надо, тогда он не делает. Ну, я говорил уже по вопросу статистики. Мы помним, что на одном из ESL, по-моему, где-то около, больше чем полугода назад, а может быть около 9 месяцев назад, была статистика, что если Ника умирает у Маузов первым, то 70% случаев Мауза, или больше 80% случаев Мауза не берут раунд. Здесь Ника умер первым. Он умер еще на Апленте, там его выбили из МИДа. И тут можно было уже, пиши, пропало. Хотя, опять же, были шансы очень-очень близко. Virtus.pro там дошли до ситуации 2 в 2, даже 2 в 3. Но очень-очень опытные поляки разрулили все, что надо было. И Мауз Спорт сейчас в не очень хорошей экономической позиции. У них не все. Гладко по раскидкам. Еще и Голил сверху у Спиди. Давайте посмотрим, как он будет его реализовывать. Паша на девятке. Пашка стоит наверху. Чекает миддл. Снекс тем временем возле красного. Опачки. Снекс хорошо. Минус Оскар. Снекс между шестыми. Бьяли ловит Спиди. Деннис все время за красным. Бьяли оцелевает лову, а бомба лежит. Деннис. Хорошо. Паша. Еще один тимкил. Два тимкил от команды Virtus.pro. Но восьмой раунд они все-таки берут и побеждают. В первой половине, несмотря на то, что очень много немцев взяли. Бьяли улыбается. Вспоминает, наверное, свой килл. Но на верующих у пацана играют, понимаешь? Видишь человека, убиваешь. Неважно, свой, чужой. Просто без разбора. Ну, правильно. Техасская резня бензопилой какая-то. Вот они немцы. Сзади ломобот. Очень мало эмоций Ника мы видим. Обычно парень выдает целую гамму каждый раз после того, как его команда не способна ничего сделать. Ну, а сегодня команда просто играет хорошо, поэтому он, в принципе, доволен. Вот он фраг по-своему. Бьялинский разговаривает со своими тиммейтами. Ну, вроде совершенно спокойно. Опять же, 1-4. ТАСС и компания не привыкли на таких стадиях вылетать. Вот на финале еще можно понапрячься. А здесь они знают, что соперник не самый сложный. Да, 8-7. Неприятно. Нас в сильной стороне отдали целых 7 раундов. Но мы все прекрасно понимаем, что это по факту случилось за счет вот этой первой пятерки, которую мы у нас смогли получить за счет первого пистолетного, ну, а потом еще и взяв первый девайсный раунд. Если бы на первом девайсе нам было бы побольше раскидок, если бы в Virtus.o не закупались плотно на форсбайе, то вполне возможно, что все эти 5 раундов бы они не отдали. Отдали бы только первую тройку. В Virtus.o играют на атаке с пистолетами. Кстати, плотные закупки раскидок имеются в составе у поляков. Есть целых 3 флешки, 2 смока и еще и молотов. Это не самый дефолтный набор от поляков. Моллспорт, в свою очередь, играет чисто на приемку. И поехало, полетело. Просто головы ловывало. Оскара, Ника всех в следующий раунд отправили. Спиди вместе с Деннисом попробовали что-то сделать, но шансы крайне малы. Простейшая идея, но при этом реализация на все 150%. Три головы молниеносно отлетела вся команда Маус Спортс. Еще и Паша Бицепс, я так понимаю, на нож хочет кого-то повесить, делает. Один хэдшот и разбирает спиди. Трипл от Паши, браво. Вот буквально вчера Торин писал, Паша, что с тобой произошло? Ты снова играешь, как будто это 2014 год. Действительно, очень круто стал играть у нас Паша. Много критики лилось в его сторону. В 2015-м, в 2016-м, когда он активно занимался стримингом. Плюс у Паши тогда родился ребенок. В общем, навалилось, наверное, много всего. И Паша не показывал, скажем так, такой же уровень игры, как это было в 2014-м. Я напоминаю, что в 2014-м он был топ-2 HLTV.org. Но вот Паша снова возвращается. И действительно, постоянно, чуть ли не в каждом раунде, делает хорошую работу для команды Virtus.pro. Ловел Зиги. В этот момент Снакс его убивает. Бомба стоит. И команде Маус Порт стоит задуматься, чтобы засейвить свои первые арморы. Нет. Не буду не думать ни о чем, мне кажется. Оскар просто поведет свою команду на ретейк. Умирает первым. Ника на дальней дистанции пытается перестрелять Пашу Бицепсу. У него это удается при помощи дезерта игла. Спиди выходит против Тааза, но Спиди проседает до 28 хп. Опять же, Ника продолжает там пытаться сражаться. За контроль Лака 47-й. Бьяли тем временем чекает вообще мид. Тааз. Но они уйдут. Virtus.pro уйдут. Я думаю, что и Ника попробует засейвить калаш. Так оно и происходит. Спиди тем временем засейвит свой первый армор вместе с П250 и Диффус Китом. Что тоже не так уж плохо. Если брать то, что у Маус Порт будет экономический раунд в следующем. И так и так эти два девайсика плюс арморчики пригодятся. Покупают у нас еще больше гранат. Ребята с командой Virtus.pro денег становится побольше. Но команда Маус Порт вынуждена сейчас делать еще одно эко, но с одним девайсом. Ника с АК 47-м. Это очень опасный пассажир. И, естественно, ребятам из команды Virtus.pro нужно играть аккуратнее. Ну, поопаснее Спиди с тремя киллами на 17-м раунде. Опразильно будет этот парень. Ника. Да что ж ты так Спиди? Да, ну господи. Что поприкалываться нельзя уже. Не можешь. Отпустить его. Отпусти его. Не могу. Не могу. Отстреливает Ник все-таки. Ситуация 4 в 5. Биали врывается в зигзаг. Никого не видит. Бомба устанавливается на апплейнте. Биали. Как? Не слышит? Нет, все слышит. Правым. Минус Оскар. Минус Спиди. Минус Деннис. Еще. Правая банька. Биали, давай. В этом проходе просто убей всех. Оп. Убей всех своих любимых. Есть такая книга. Майн и чел объяли. Ифи. 11-7. И теперь уже первый девайсный раунд от Маус Спортс. А ВП будет в руках у Оскара. Остальные играют с М4. И достаточно неплохой набор раскидок имеется у немецких мышек. Что у нас там у Оскара? Семерка. Ну вот сейчас тот самый раунд, когда Оскар должен показывать свою стрельбу. Он все-таки очень хороший турельный снайпер. Такой чисто позиционный. Статичный снайпер, можно так это назвать. И давайте посмотрим, что он будет растворять с собой на КТ-сайде. Оскар с АВП на Зиге. Не очень хорошо играл за террористов. Поэтому пока никаких предпосылок нет. Но с другой стороны, понятное дело, за КТ играть совсем другая игра. Нео тем временем над верхнизом разбил окна. Начинают раскидывать поляки в точку А. Но это фейковый смок. В итоге заставляют они выбрасывать гранаты в комнате верх-низ. А при этом еще и классную ХЕшку только что откинул, скорее всего, подник. Да, у нас Паша Бицепс. В итоге просел у нас Николиньо. И 57 хп у него остается. Но при этом назад он вернул тоже не менее крутую гранату. 74 убяли. 2 на Б, 3 на А. Вот такой диффенс у нас у команды Маус Спортс. Тем временем, по-моему, поляки хотят по всей карте сейчас сыграть. И мидл, и верх-низ, и на Б выйти. Возможно, где-то пофейкуют просто. То же самое. Снекс мог бы этим заняться. Но нет, нет. Он придет на Т-дом. Какая-то оппонент объяли. Тем временем уничтожает Нико. Ну и все. Все. Умер динозавр. И дальше уже изи-катка пойдет. Есть тяжелый ответ. Подожди. Справился. Ну, Оскар, окей. Принимает верхний парапет. Дает под себе информацию. Паша Бицепс погиб. 4 на 4 ситуация, в которой он не мог поставить бомбу. Таз его прикрывает. Оскар ждет, когда кто-то оттуда выйдет. Но, конечно, никто против него в тупую не будет выходить. Через раскидки попробует его раскрыть. Если вообще, в принципе, они будут этим заниматься. Потому что мы видим то, что Оскар просто ждет своих тиммейтов. А Virtus.prone, куда они двигаются, под прицел оптики от Чеха-Словака. Нео на дальних дистанциях ждет. Здесь Ловел пытается с ним бороться. Нео проседает от 26 хп. Таз все еще на планете. Таз выходит. Борется против Спидера. Знамаживает одного. Но приходит Бьяли. Прикончил Денниса. Бьяли на верхнем. Снекс на нижнем. На планете коктейль Молотова. А нет смока. Маусспортс отдают еще один раунд. Снекс при этом с УМПшкой. Бежит, пушит, душит и не убивает все-таки Ловела. Бомб взорвалась. Бьяли тоже. Но Virtus.prone забирает раунд. Пытается сейчас наверняка Маусспортс найти где-то АВП. Но из-за того, что скорее всего бомб взорвалась, волна унесла АВП куда-то далеко. Итак, друзья. Ребята из команды Virtus.prone инстагрируют тоже хорошую атаку. То, о чем я говорил, о том, о чем я подозревал, что на трене эти друзья умеют играть за Т-сайт. Но шансы остаются у команды Маусспортс. Во-первых, две М-ки сейчас. Во-вторых, в следующем раунде бай. Поэтому даже с счета 13-7 можно затащить. Команда Gambit нам показала хороший пример на карте до Инферно. Поэтому немцы будут стараться до конца. Но спиди, конечно, нужно включаться. Вот как у Gambit Моу. Ты чего его хейтишь, а? Что это такое? Как у Gambit Моу в какой-то момент немножко стал, мягко сказано, плохо играть. У Моу не было трех фрагов за 20 раундов? Нет, понятно, что спиди сейчас играет очень плохо. Моу просто там на допах и в конце первой половины. Ну, в любом случае, не затащили. Ника пришел сюда, пытается здесь рты иглы хоть что-то показать. Ставится бомба. В упор приходит на Нео до свидания. Нео! Но Виктор Войтус приходит в спину оппонента на размен. Оскар тем временем отдается с Нексу. И здесь вопрос только в том, что у Моу Спорта все еще имеется две винтовки. Это М4, это спиди и лоу. А ну-ка, спиди, ну покажи же ты нам хотя бы один килл, братик. Ну, пожалуйста. Ладно, Virtus.pro. Герет очередной раунд. И напоминаю, кстати, что два уже раунда, где Ника отдавался первым, не показывая киллом. Два раунда отдавали позапрошлой и еще раунда в пять назад. И эту статистику я бы хотел ввести. Что происходит, если Ника погибает первым? Ну, такая статистика есть в любом случае у HLTV.org, потому что они по-любому ведут, я знаю, статистику, что происходит, если один из игроков делает всегда килл, и что происходит, в принципе, если один из игроков погибает. Да, там у них есть однозначно. Потому что я помню точно на мажоре по Фрибергу была похожая стата. Паша Бицепс наказывает Денниса на зеленке. Ребята из команды Virtus.pro решили зелень атаковать сразу же. Коктейль горит. Чекают право, чекают лево. Смог налево, смог направо. Таз выходит через верхниз. Минус ловл. Ник, в те времена, он остается один на пленте. Огромное количество гранат. А плент зажимает со всех сторон. Не удается Нику забрать в Яли. Звездный час для Спиди. Звездный час для Спиди. Где этот фил? Да! Наконец-то. Да! Он берет и убивает. Четвертый. Четвертый фраг. Пытается еще верхниз прошить. Там попал по тазу, но все-таки Паша. Выходит ему в спину и забирает Спиди. Оскар остается 1-4. И команда Маус Спортс отдает Virtus.pro 14 раунд. Простите, если вы оглохли в какой-то момент. Я прошу вас искренние прощения. Но она того стоила. Она того стоила. Оскар. Один засейвит свою снайперскую винтовку на следующий раунд. Но Virtus.pro, знаешь, как будто мы... Я вот лишь не заметил, как VP уже набрали 14 раундов. Такой плавный, спокойный сюжет. Не прорывается никакими камбэками от Маузов. Просто вот Мауза взяли пятерку, потом взяли еще двойку. И на этом все закончилось. И сейчас они на сильной стороне, казалось бы. У них есть тот же самый Оскар, от которого все фанаты Hellraiser в какой-то момент просто с ума сходили. Все пели ему песни, все говорили, что он великолепный. В смысле, фанаты Hellraiser? Существуют ли они в природе? Спроси у Ангела, я думаю, он тебе ответит. Ну что, 14.7 в пользу команды Мауз Спортс. Ой, извините, Virtus.pro, прошу прощения. Ну, просто настолько хорошо Мауза начали, что до сих пор, мне кажется, что они могут сейчас затащить. У нас тактическая пауза. А что можно изменить, по-твоему? Придумать какой-то раунд, как будем играть. Аркадий куда-нибудь. Ой, как же Спиди переживает. Конечно, переживает. Видно, что его напрягает самого, это плохая игра. Он сейчас чувака убил с 16 хп, понимаешь? Еле-еле причина. Еле-еле. Ну, бывает, когда не прет. В случае Спиди, правда, бывает довольно часто. Кстати, спрашивают у меня, что трут игроки, что берут они себе в руки часто. Кто не знает, это специальное вещество, которое выделяет тепло, когда ты его берешь в руки и начинаешь мять. Такие вещи часто используют горнолыжники у нас. Ну и вот эта вещица оказывается пригодна в киберспорте. Почему пригодна? Потому что вы не подумайте, что холодно часто у нас в зонах, в местах проведения. В зонах. Холодно на зоне. Там-то холодно. Там тоже эти штуки помогут. Но нервы. Нервы и в итоге приток к пальцам крови. Его просто нет. И, соответственно, приходится вот так вот разминать руки. Дипломированный специалист по психологии Есенин. Нет, ну я просто это все прошел, я это знаю. У тебя тогда таких не было? У меня даже дома бывает жара нереальная, а при этом кто-то пригласил чемпионат поиграть. И я такой, оп, уже начинаю немножко нервничать. И сразу начинается мандраж. И при этом руки холодные, поэтому приходится закрывать там все окна. Все, чтобы уже такая баня была, чтобы даже уже, ну, неважно, есть кровь в руках, нет. Крови в руках все равно, чтобы было жарко. Итак, 4К47-х, АВП от Снекса. Тот смотрит мидл и простреливает Ника. Но, может быть, получится Ник все-таки забрать своего соперника. Снекса? Да, просто быстрый выход от команды. Просто плевать. Бьяли. То есть перестрелять Лоула не получается. Испанец все еще живет на сэндвиче. Очень рядом с ним. К нему приходит Деннис на помощь. Снекса отрезает этот угол при помощи Молотова. И все-таки не выкурил. Не выкурил он без Денниса. Зато Спиди вышел. Из смоков в ЗЗ получил по щам. И в конце концов Деннис спалился на тазовских Молотовых. И Оскар остался в соляную играть против трех игроков Virtus.pro. Но польяжно, спокойно, наглее, не напрягаясь. С каждым разом Virtus.pro становится все сильнее и сильнее. И польский медведь, он просто неостановим сейчас. Но тем более мышками немецкими. Ну куда уж там просто сел этот белый медведь. Да, Virtus.pro надежда России. Отличная работа. Круто, круто. 15-7. Не гамбит так ВП хотя бы. В одном шаге от победы находятся у нас ВПшники. И ничего не получается. У Мауспортс берут снова у МПшки Фамаса. ВП от Оскара. Хороший бай, естественно, от команды Virtus.pro. Но это трейн. Это их карта. Это их выбор. Это супер вариант для Virtus.pro. Снекс погибает. Оскар делает килл. Да, но не так много команд сейчас, которые способны бороться на уровне с ВП. На этой карте есть Астралис. Есть СК. Теоретически говоря, могли бы быть гонсенты. В предыдущем составе мы помнят, что у них до трейн не такой уж плохой был по винрейту. К моменту мажора и на самом мажоре. Но, в общем и целом, на этом все и заканчивается. Среди коллективов. Ну, может быть, еще кого-то, кого одного забыл. Тем временем Деннис вместе с Оскаром вдвоем пытается замкнуть зелень. До свидания, Бьяля. Тут выход еще от Паши Бицепса. Слушай, хорошее начало. Это реальная возможность. Еще умирает Нео. Ну, 2 в 5 мы за такое должны брать. Паша Бицепс подкрался на зеленке. Тем временем Тасс ловит Денниса. Паша остается в коробке. Тасс красный. Ник при этом его обходит. Пытается у нас Пашка помочь Тазу. Спиди минус наверх-низу. При этом Паша умирает. Все-таки Оскар сделал килл. Ну и Таз очень красный за красным. Умирает от рук Ника и его ОМПшки. Ника, кстати, почему-то настолько заигрался, что не взял калаш. Он остается с ОМПхой, друзья. ОМПх он сейчас скинет, сам возьмет Эмку. Ну да, надо скидывать Спиди просто. Все равно парень ничего не делает. Нет, в итоге он видишь, насколько уважается. Вот это да. Или у Эмпаха ему нравится. Вполне возможно. Ника довольно много на ней раундов сыграл. Пыт 250-й от Спиди. Вот его лишили вообще оружия в этом раунде. Говорят, ты все равно тут бесполезен. Поэтому будешь играть с пистолетом, будешь давать инфу, будешь раскидывать что-то. И так и делают немцы. Кстати, играют очень-очень плотно. Это выход от Никкоуча на апдаун. Плюс двойка на зелень. Они тоже пытались пропушить. В конце концов отказались от этой идеи. Для Спиди это пятый килл, друзья. 24-й раунд. Только стартанул. А это пятый фраг для этого тяжелоатлета. Тем временем Оскар пытается играть с зеленью. Но не очень получается. 42 хп у него осталось. Еще и выстрел не точно в молочко. Но Деннис отвечает смоком. Пытается задержать выход сюда. Но Паша неостановим. Паша уже пришел. Паша уже заявил свои права на зелень. И законтролил их для своего коллектива. И вполне возможно пойдет по дальним. Если бомба выйдет на б-плент, они смогут тогда с двух сторон выйти. И в кроссфайр взять двух опорников на этой точке. Ну что, Ника. Звездный час. Снекс проверяет нижний. И Ника заигрался. Снекс откидывает смок. Откидывает флешку. Но при этом коктейль Молотова и Снекс выйти не может. Однако Нео пользуется моментом. Выходит через верх. А тут кто, друзья? Тут Спиди. Тот самый парень. Нет, слушай, он уже с P250 сделал килл. Ему лишили оружия. Все забили на него. Говорят, покупай раскидки, не будешь с оружием бегать. Но он сделал килл. Он сделал килл. Так, Спиди за собакой. Но по нему инфа есть. Нео предупредил в любом случае своих тиммейтов. В итоге Нео забирает нас в зигзаг. Знает, что где-то здесь находится соперник. Нужно просто выходить и забирать. Все. Победа. Победа команды Virtus.pro. 16-8. Easy Victory. Еще взяли два раунда сверху. Еще и два раунда взяли сверху. Но вообще как-то... Ну... Вот он, кстати, пустой зал. Причем на Т-сайде, да? То есть на Т-сайде это произошло. И потом на Дефенсе они не смогли взять ни одного раунда. Ни одного. И вот Ник сидит такой. Ну, пацаны, я, конечно, от вас уйду в любом случае. Но могли бы хоть немножко. Ну, пожалуйста. Как-то это все удручающе выглядит. Просто удручающе.